добрый день вчера я не выложил видео и многие мои подписчики начали и на шутку волноваться потому что я выкладываю видео регулярно каждый день в течение 8 месяцев но поверьте на это была веская причина и про эту причину вы узнаете в этом ролике в ролике который будет датирован сегодняшней сегодняшней датой но он будет за вчера дело в том что вчера мы решили поехать в умань как я и планировал и посетить софиевский парк ну а что из этого вышло смотрите сейчас вот наконец-то мы выехали выезжаем из города едем софиевский парк помните я вам говорил про то что мне очень захотелось недавно туда поехать но это максимум софиевский парк а минимум в такое место которое называется телячьей нежности она находится в умани почему максимум потому что погода всю неделю была солнечная классная погода и прям в голове рождались разные образы с желтыми красными листьями с красивым лесом с парком ну вот как раз когда пришло время ехать оказалось что погода испортилась и вот сейчас вот такое вот вы видите да на небе тучи все серое а завтра и того хуже должен быть дождь и вероятность очень высокая потому не знаю как мы пойдем софиевский парк очень сложно сказать но глянем но уже сама по себе поездка это тоже немало в наше время куда-то выехать за одессу уже тоже очень круто мы выехали из одессы пока все нормально без эксцессов мы проехали два блокпоста просто посмотрели ребята что в машине что никто и мы едем дальше такая красивая дорога сегодня выставлять дорогу я особо не буду это не очень хорошо поэтому следующее уже видео я вам запишу телячьих нежностях я вас обманул не из телячьих нежностей наше видео продолжается а из саккара это уже можно сказать у многих одесситов традиция отъехать 100 километров от одессы и вот здесь вот остановиться купить хот-доги себе не знаю чего перекрыли эту заправку потому что мы подъезжали охранник перекрыл сюда нельзя заезжать на глянку поехали под кирпич и заехали оказалось что это воздушная тревога и она работает таким образом что и закрывается все абсолютно даже блин бензоколонка закрылась и нам не покушать даже не заправиться вы знаете это прям удивительно потому что мы заехали на следующую заправку и все три ну тревога продолжается но заправка работает кстати вот вам цены на бензил оп видите мы знакомы на чистом английском говорит девочка ну заехали мы как вы видели на саккар хотели по-модному поесть но нет пришлось ехать на следующую заправку не знаю как она называется и мы здесь теперь взяли хот-доги ожидание реальность все как всегда позируем но не могу не поснимать немного дороги посмотрите какая красота вот только ради этого стоит выезжать периодически из города вот мы подъезжаем судя по всему мы здесь впервые поэтому я даже не знаю куда поворачивать но вот сюда судя по всему до пилячьей нижности вроде симпатично многие люди рекомендуют это место поэтому поэтому мы и приехали сюда посмотрите на эти домики на эту красоту такс где здесь припарковаться сейчас объедем этот рейндж-ровер красотень интересно насколько глубокий здесь лес как далеко здесь можно гулять сейчас пойдем на ресепшен отметимся и посмотрим что нам дадут какой номер жалко что нету сейчас солнышко потому что к если было бы солнышко было бы еще красивее я скажу что не не сильно людно где люди непонятно потому что судя по всему место популярное и места всеми разобраны но вот наша третья машина здесь что ты прячешься моя девушка ну что пойдем смотреть наш домик какой будет наверно номер четыре я так подозреваю там вон трасса если что такая избушка такие две комнаты прикольные и камень вы знаете очень душевно мне нравится такой вот санузел без всяких там джакузи золотых золотыми кранами все очень просто но со вкусом но обязательно конечно мы растопим камин сегодня вечером такой вот вам еще вид видите из окна а что сказали за камин дрова принесут да так ну я не разбираюсь как это все делает так ну сколько сняли с нас за этот номер по моему 60 долларов или 65 долларов что-то вроде такого точно 2200 гривен вот так вот но так как курс у нас так плавает серьезно все время я и говорю что порядка 60-65 долларов на первый взгляд прям отлично вы знаете как для нас вышло солнышко и стало еще красивее я и у заметили что вай фай никакой я пошел чтобы узнать что же такое с вай фаем и вы знаете оказалось что ракета попала куда-то там смелу и все нигде света нет по черкасской области и вот здесь свет который есть это генератор так что здесь мы будем видимо находиться без вай фая совсем без интернета и здесь вообще ешка на телефоне здесь ноль по интернету здесь просто просто ноль ну не знаю посмотрим что из этого выйдет мы решили сейчас пройтись до ресторана который называется застава все про него рассказывают говорят что очень крутое место вот она находится на трассе одесса киев киев одесса со стороны киева можно сказать это место и да вот оно прямо здесь напротив все рассказывают что классная кухня что низкие цены достаточно очень крутое место вот мы сейчас туда и пойдем вот так вот удобно оно располагается друг от друга жалко что не погуляли в лесу фоткались очень долго сейчас посидим в кафе но с к сожалению по идее уже стемнеет и все уже погулять в лесу не получится ладно глянем так много машин что я не удивлюсь если блин не будет мест ничего себе вот так посреди трассы и столько людей блин народ вы не поверите но это мы едем по умане мы уже в умане здесь просто темно все дома темная света нет посмотрите какая жесть а я думал ну типа мы по какой-то окольной дороге едем а по сути получается что мы уже в город-то заехали а здесь сайлент хилл такой да однако